Приветствую вас. Понимаю ваше состояние и сочувствую вам. История касается измены, по сути измены. Автор пишет Елена, что прошлой ночью мой муж был сам с друзьями. Это происходит редко 1-2 раза в год. Я привыкла играть именно в этот раз, чтобы он меня нашло. И я ему установила приложение для детей, чтобы его отслеживать. Наверное зря и по пути в фан услышала про каких-то девочек. По приезду туда отключился телефон и включил через 5 часов. Ну и, соответственно, там был скандал. И сама Елена сейчас чувствует себя очень хорошо. Да, то есть как бы ей плохо, откровенно говоря. Ух ты, она спрашивает, что с этим делать. Значит, советуйте, как преодолеть эти эмоциональные трудности. Ну, во-первых, вам нужно прожить боль, которая у вас есть сейчас. Что такое прожить боль? Это значит вербализовать ее, выговорить и выговорить. Мужу или друзьям, друзьям, может быть, психологу. Это первое. Второе. Выговорить о том, что что-то на вас нашло. Я не думаю, что что-то. Вероятно, отношения с вашим мужем несколько ухудшились. Тоже нужно проанализировать и посмотреть, где они ухудшились и за счет чего. И, соответственно, как их можно было бы восстановить. Следующий момент заключается в том, что... Вы говорите, что я думал он с друзьями, я ему доверял, а в том смысле, что он мне не изменяет, да? А вот откуда такое внимание к верности? То есть, чем обусловлено ваше значение верности? Дело в том, что если для вас верность – это ценность, ваша ценность. То есть, у вас вот ваша личностная ценность, да, это верность. Вы считаете, что у вас супруги должны быть верны. Ну, в таком случае ваш муж не соответствует вашей ценности, очевидно. И вам нужно решить, что вы будете с этим делать, да? То есть, можете ли вы принять, что ваш муж не соответствует этой ценности или нет? Но что если дело не в ценности? А что если дело в вашей уверенности в себе? И в том, что вы свой собственный комфорт, безопасность, свою собственную значимость, свою ценность поместили в зависимость от своего мужа и его верности вам. И вот для этого нужно задать себе вопрос. Что для меня значит тот факт, что мужчина мог с кем-то там переспать? Да? Причем один-два раза в год. То есть, что-то не постоянная ссора. Что для меня это значит? Почему я так придаю ему значение? Я повторюсь. Если это ваша ценность, не вопрос. Вы имеете право на свои ценности, вы имеете право на то, чтобы их отстаивать. Тогда вам нужно определиться, принимаете ли вы это в мужа или нет. И самое главное, что если это ценности, то у него ценности другие. И эти другие ценности не могли не проявиться ранее. В ценности вашего мужа. То есть, вы не могли о них не знать. Их, вероятно, предпочитали не замечать. Так вот. Нужно послушать его. Нужно послушать его и, например, если говорить, что ничего у него с ними не было с этими девочками. Как бы, готовы ли вы это принять или нет? Мне кажется, что человек с ценностями верности, ну, вряд ли, наверное, пойдет в сауну с друзьями. Предполагаю, что там будут девочки. Да? Вот. Как бы думаете? Это все вот вопросы. Вопросы о том, да, как вы интерпретируетесь с точки зрения ценности своих, то, что произошло. Но, если мы говорим о том, чем вас это задевает, то вот, что для вас значит тот факт, что ваш муж один раз в год мог переспать не с вами. Почему так? Почему так важно? Почему так важно, чтобы он не спал ни с кем кроме вас? Может быть, вам кажется, что вы ему не нужны так сильно. Может быть, вам кажется, что вы не цены. Вот. Вот. С чем это связано? Понимаете? Ага. 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 Ваши чувства, они нормальны. Это боль. Вы можете злиться на своего мужа, вы можете чувствовать к нему отвращение сейчас и так далее. Это все нужно прожить. Да. Спрожить, выплеснуть, выразить. Непонятно, почему вы тайком плачете, но то, как вас это задевает, то чем вас это задевает? Если это не вопрос ваших ценностей, то это вопрос вашего внутреннего конфликта и проблем. Это вопрос, например, того, что вы со своим мужем выстроили отношения как-то так, что его верность для вас важнее его личности. Потому что интересуясь его личностью, вы бы знали, что раз для него вот такая традиция, то скорее всего там что-то такое и может быть. Но если как мужчина вас устраивает, если он вам стабильно не изменяет. Да? Ну осталась вот такая традиция у него, друзья. Кто-то может отказаться, кто-то нет. Да? Вот такая традиция осталась. Если вы знаете лично своего мужа, вы можете увидеть это и можете определить к этому свое отношение. И перестать воспринимать, либо перестать воспринимать это как, собственно, измена. Либо сказать, что для меня это неприемлемо, неприемлемо. Это нарушает, как бы, ну вот, несоответствует моим ценностям, прости. Вот. И все. Понимаете, да? Вот мне кажется, что вы предпочитали закрывать надо глаза. Вы предпочитали туда не лезть. Просто. Значит, вы не очень заинтересуетесь личностью своего мужа. Чем он живет, какие у него ценности, как он устраивает свои отношения с друзьями, с людьми. Какие у него цели, что ему нравится и так далее. Потому что и в сауну люди не все ходят. Вообще. Вот. А это, в свою очередь, говорит о том, что вы, скорее всего, недооцениваете себя как личность. Потому что если один человек способен обесценить вас так сильно одним действием раз в год, то есть это будет через год еще это мероприятие. Причем, есть вероятность, что ничего не было. Но это вопрос к вашей ценности. Это вопрос к вашей ценности, вопрос к тому, какая я вообще, что я вообще значил. Да? Вот насколько я замещаю свою ценность, свою важность, свою наполненность, и что меня определяет сейчас. Но есть ощущение, что определяет вас ваш муж. Вот. Конечно, есть вопросы. Например, например, ну вот то, что вы выбирали, да? Значит, мужчина, у которого такой образ жизни. Ну, как бы, вы говорите, что доверяли, привыкли доверять им, да? А что такое доверять кому-то? Доверять кому-то, это означает, что... Я уверена, что мне ты больно не сделаешь. Ну, я сама ничего не буду делать, чтобы как-то вот не тут, чтобы даже подготовиться, а чтобы меня боль не ранила, возможно. Я уверен, что ты, ты ничего плохого, плохого мне не сделаешь. А то, что у человека, ну, могут быть разные ценности, да? Как я уже сказал, Сказал, вы этому внимания не... Эээ... Значения не придали. Так вот. А доверять человеку, вот, как бы, это означает брать свою ценность, свою значимость, свою важность. Брать какую-то свою потребность, брать какую-то ответственность свою за себя. И прикладывать ее на другого. Понимаете? Хочешь за кого доверять? Не надо никому доверять. Нужно себе доверять. Хочешь себе. Не терпите вы неверность? Ну, повторюсь, ценность у вас такая. Мужчина, который ходит в сауну за всеми, не ваш... Не ваш выбор. Но вы выбрали именно его. При... том, что вы на этом вот... фиксируетесь, вы выбрали именно такого человека. Случайно ли это? Нет, это не случайно. Скорее всего, это не случайно. Скорее всего, вы выбрали такого человека, подразумевая, что он вам может изменить, чтобы подчеркнуть, например, свою несостоятельность и из этой несостоятельности иметь возможность для себя получить какую-то выгоду и разрешить себе то, что вы себе в другое время не разрешаете. Вот. А в частности, ну, вот, может это иллюстрироваться тем, что вы выложили ему все, что знаете. Вы все, типа, откровенно все сказали. А... При этом вы плачете тайком. И при этом, при этом, вы как будто бы не засомневались в том, чтобы установить, ну, чтобы установить предложение для детей вашему мужу, ну, нормально. То есть, для вас нормально наручивать личные границы человека, личное пространство. Потому что вы что-то почувствовали. И за чужой счет вы пытались себя успокоить. Вот что такое доверие. За чужой счет вы реализовываете свои потребности. Понимаете? Нарушая при этом свои внутренние личные границы. Вот. Как бы... Означает ли это? Что вы в других ситуациях подавляетесь в злость, адаптируетесь под человека, подстраиваетесь под него чрезмерно? Нужно смотреть. Нужно смотреть. Довольно нередки такие случаи, когда терпеливые люди, такие конформные люди, выбирают себе роль ведомого, выбирают ведущего с изъяном. Чтобы периодически ведущий чувствовал себя виноватым. И... Они бы на какое-то время обретали над ним власт. Вот... Вот... Как-то... Как-то так. Вы говорите эмоциональные трудности, а давайте мы сформулируем, а что есть эти эмоциональные трудности, что это такое? Как бы вы сформировали то, что причиняет вам боль и... Что есть эта боль? На мой взгляд, боль, это некая, некая интенция вовне, блокируемая и перенаправляемая на себя. Можно помочь вам это поправить, но тут вам нужно будет выбрать себе специалиста и начинать с ним работать. Всего самого доброго вам, удачи, обращайтесь за помощью и буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Продолжение следует...